итак мы начинаем семинар наш путь к себе называется обратите внимание он называется наш семинар называется семинар тренинг путь к себе почему путь к себе потому что мы обычно идем от себя от себя и дальше мы не идем к себе мы начинаем мы живем против себя мы живем против своих желаний мы живем так как будет более понятнее социуму родителям работе дам дома а это как раз таки все как раз это означает что вы против себя идете поэтому на этом семинаре наша задача вернуться к себе обрести себя и познать кто вы этот семинар начала эта база это только начало но это хорошее начало это действительно дает многое понять многое осознать а там дальше больше уже вы читаете слушаете что-то или опять ходите кому-то да и опять потихонечку растете но это начало всего то есть это самое элементарное но и самое глубокое чтобы понять вообще как устроен мир как вообще обстоят дела что такой дух что такое душа вообще кто такой человек мы сейчас начнем с того что как вообще мир создан как все устроено это давно говорить на планетарном уровне на уровне вселенной на уровне как космоса но сейчас это такой момент вам может быть каза покажется что немножко неинтересно но я вас прошу немножко удерживать внимание здесь потому что это на момент кажется ум будет отключать вас то есть он будет говорить это нам не интересно но это интересно то есть это главный момент вот это нужно понять чтобы понять как устроен мир нашей планете нужно понять как устроен мир в космосе потому что мир не отделен наша планета не отделена от космоса а чтобы понять как устроен мир в космосе то есть жизнь в космосе нужно понять, как устроена жизнь во Вселенной. И космос не обделен от Вселенной. Поэтому мы сейчас начнём наше знание от Вселенной. Если учитывать, вот сейчас мы находимся, например, вот здесь. Вот это наша планета. Вот здесь мы находимся. И мы не можем понять, как мы живём, что происходит с нами, если мы будем отсюда смотреть. Если мы сейчас начнём с космоса смотреть на эту планету, то мы уже лучше будем понимать. Поэтому если мы сейчас со Вселенной будем смотреть, а если мы эту Вселенную даже вот так нарисуем, например, вот так нарисуем, что во Вселенной есть наша Земля и есть космос, да, к примеру. Или даже вот так, вот космос, а вот Земля наша. Вот тогда мы лучше поймём, что вообще происходит. Потому что есть определённые вселенские законы, в которых понимаешь ты или не понимаешь, ты всё равно живёшь по ним. Наверное, многие уже начали замечать эти законы, даже чисто по своему опыту, да. Мне многие говорят, да я вот эту закономерность уже начала чувствовать. Оказывается, так, да, действительно, я думала, это по мне так. Многих будет косну тянуть. Когда косну тянет, не старайтесь специально понимать что-то. Как только косну тянет, это отмазки ума, то есть ум начинает говорить, нам это не нужно, потому что ум очень боится изменить жизнь. Ум любит комфорт. Ум любит комфортную зону. Не хочет из зоны комфорта выводить. Поэтому как только косну тянет, не заставляйте себя ещё внимательнее слушать, а просто расслабьтесь. Вот как только вы расслабляетесь, всё, сон уходит обычно. Но если вы, Нодра, будете заставлять сейчас себя, вы сейчас точно заснёте. Ладно, вот просто расслабьтесь, и как пойдёт, пусть так пойдёт. Давайте возьмём так, что... Нарисуем тело человека. И скажем, что это вся Вселенная. Вот это тело человека, вся Вселенная. Приблизительно. Вот мы вот так возьмём, вот начиная от шеи, вот это вся Вселенная, да, приблизительно. А голову, вот это... Сейчас, это Вселенная. А голову возьмём так, что Вселенский разум, Вселенский разум, я так называю. Кто-то называет Абсолют, кто слышал? Универсум. Кто слышал? Нет, да? Если слышали, поднимайте ручки. Кто-то говорит Бог. Кто-то говорит Аллах. Дева Мария. Разницы нет. Но я больше отношусь к науке, я психолог, парапсихолог, да? Я это называю Вселенским разумом чаще всего. Иногда говорю высшие силы просто. То есть высшие силы, и мне разницы нет кто там. То есть к какой религии относятся. Но я не против религии. Но от религии я не буду говорить. Я и не имею права. Я этому не училась, потому что я училась к науке именно. И представьте себе, что в каждом теле есть миллион, может быть, триллион клеток, да? И в них есть атомы, да? Вот каждая клетка, это, скажем, есть наша солнечная система, которая есть вообще во Вселенной. Во Вселенной говорят очень много солнечных систем. В каждой планете своя солнечная система. То есть наша солнечная система, это в нашей планете. И в каждой планете. И вот если вот солнечная система состоит из нескольких планет, да, вот таких. Вот возьмем так, что во всем теле, как у нас органы, клетки, наша нервная система как расположена. Вот так расположены эти солнечные системы. Сейчас будет интересно. Только немножко досушим, ладно? И получается, что представьте себе так, что во Вселенной каждая планета и каждая солнечная система расположена так, что они как в нашем теле, как в клетке работают друг с другом, сообща, да? Когда одна клетка больна или что-то, или там какая-то нужна помощь, идет же сос сюда, да? И идет помощь, то есть кровь или еще что-то, да? То есть обрабатывается. Если мы упадем, если у нас где-то что-то, заражение, мы сразу мозгом начинаем чувствовать боль, да? Мы сразу туда кровь идет, мы уже чувствуем, да? Кровь начинает застывать, потом мы идем к врачу, но мы идем к врачу только через боль, мы когда чувствуем боль. Это означает, что в нашем организме каждая клетка наша работает сообща друг другу. Точно так же во Вселенной каждая планета работает сообща друг другу. То есть они одни едины, они это цельный организм. Вся Вселенная это цельный организм. Я даже считаю, что немножко глупо, что мы думали когда-то, что мы одни во Вселенной. Помните, вы по телевизору часто говорили? Хотя я тогда ничего не понимала, но чисто интуитивно мне было всегда смешно. Я всегда думала, почему мы одни? Почему именно мы? Может, другая планета так же думает? Мне все время так казалось. Недавно нашли один, как Земля. Планету. Планета, да. Воды много? Да. Жизнь есть, да? Да. И вот получается, каждая Солнечная система работает во благо не другой Солнечной системы, а работает во благо цельному организму. Значит, для Вселенной, если это Вселенное тело, да, очень важно, чтобы каждая Солнечная система развивалась, хорошо себя чувствовала. То есть это означает, что жители этой Солнечной системы должны хорошо себя чувствовать. Чтобы каждая Солнечная система дышала и давала плоды. Это и есть развитие. Поэтому развитие нашей планеты, в развитии нашей планеты заинтересованы миллион других планет, где есть жизнь. Сейчас уже, я не знаю, в официальной науке как, но в неофициальной науке это доказано, что везде есть жизнь. Есть материальная жизнь в других планетах, есть нематериальная. Материальная – это означает физическая жизнь. То есть ты в физическом теле находишься, да, вот как НЛО, да, приходят, и это действительно правда. И есть такое, что в энергетическом теле находятся, то есть энергетические сущности, вот ангелы, архангелы, они также живут где-то. Это, когда я первый раз об этом слышала, конечно, я никогда, ни разу не поверила в это. Это был 12-й год. Ну, потом потихонечку я начала изучать эту тему. Я парапсихолог, я научила энергиями владеть, я научилась подключаться, я научилась чувствовать, кто умирает, кто не умирает, как дух выходит, как заходит. То есть как только я этому всему научилась, ясновидение, ясночувствование, яснослышание, вот это все, когда уже обрела это все, все, я начала сама буквально это видеть. Это есть у нас у каждого, это таланта. Немножко поможете, и оно раскроется. Получается, что наша Солнечная система и рядом другие Солнечные системы, все Солнечные системы, которые существуют, они работают во благо Вселенной, чтобы Вселенная развивалась. Это контролирует какой-то вселенский разум. Как хотите, так и назовите его для себя. То есть под его контролем вот это все происходит. Я вам говорю немножко условно, немножко сужая и немножко элементарно, то есть чтобы представление иметь. Мы в эти темы не входим и не вникаем, тем более эти темы до сих пор изучаются пока. То есть изучаете и до сих пор что-то новое добавляется туда. Это нам просто нужно для того, чтобы мы поняли свою жизнь. Почему сейчас очень большой интерес к духовной психологии? Почему сейчас очень большой интерес к семинарам? Никто раньше, чтобы делать бизнес или открыть кооператив в советское время, не ходил в бизнес-центр, в семинар-центр, тренинг-центр. И никто не изучал. Почему сейчас все к этому обращаются? И у всех большой интерес читаем. Стараемся такие книжки покупать, чем обычные. Раньше, например, читалось только роман, мы читали. А теперь мы все ищем более такую книгу, чтобы хоть какая-то помощь была. Потому что вся планета сейчас наша, она в пробужденном состоянии. До этого мы спали немножко в глубоком сне. Почему мы спали в глубоком сне? Не просто так мы заснули и спали, да? Просто наше развитие привело нас к тому, что уже нам пришлось расти. А для того, чтобы наше развитие начиналось, то есть шла интенсивнее, конечно, нам в этом опять-таки помогают другие цивилизации. Очень много их. Например, лично я через моего учителя знаю цивилизацию Хамиля. Цивилизация Абсолют Тера и цивилизация Сириус. Вот. То есть эти цивилизации разговаривают. Разговаривают, но на вашем языке. Ну, кто контактер, можно контактировать. Этот метод называется ченнелингом. Хотите, запишите себе. В интернете очень много информации о ченнелинге. Можете даже посмотреть. Там задают вопрос, ответ. И там можно даже консультацию онлайн получить. То есть через эти цивилизации вы можете ченнелинг. Как канал этот ченнелинг. Да, то есть ты к этому каналу подключаешься, да? Типа вот смысл такой, ченнелинг. Может быть, вам понадобится. Часто люди получают консультацию через ченнелинг. То есть контактер подключается. Обычный человек подключается на эту цивилизацию. И спрашивают, вы спрашиваете, вот мне что делать в этой ситуации. Мне как быть. И цивилизация отвечает через этого контактера. Очень интересно. А есть еще такие методы, когда человека вводят гипноз. Я гипнозом не владею. Вводят гипноз. И эта цивилизация входит в его тело. И через его тело говорит. Вся информация сейчас, которую я буду давать, это через вот этот метод изучали. То есть с 93-го года начиная, до 2010-го года изучали. То есть именно вводили человека в гипноз. И спрашивали, как мир состоит, из чего он состоит, что такое Вселенная, где мы находимся, где другие миры находятся, что такое параллельный мир. Вот это все. Но про параллельный мир я владею очень мало информацией. Я знаю, что он существует. И мы живем одинаково в разных параллельных мирах. Параллельно живем. Причем. Нас поэтому так сбрасывают туда-сюда. И мы так отключаемся иногда. Но мы этого не замечаем особо, потому что мы в грубых вибрациях живем. Но это действительно очень интересно. Можете посмотреть. А теперь мы поняли, как работает Вселенная и во Вселенной все планеты. Теперь мы посмотрим, как работает космос и наша Земля. Представьте, также вот это остается Вселенским разумом, а тело, вот это тело, будет землей нашей. Земля. Это тело теперь земля. И в этом теле много триллион каких-то клеток разных. И смотрите, получается в этом теле это наша Земля, это планета. А это Бог или Творец, или Вселенский разум. Представьте, что каждая клетка это все люди, которые здесь живут. Прочувствовали? Все люди, которые здесь живут. Каждая клетка. Животные и растительный мир. Прочувствовали? Вот просто представьте так. Теперь, тело как живет? Как мы уже выше говорили. То есть тело работает для чего? Для кого тело работает? Тело работает во благо... То есть клетки работают во благо нашего тела. Суть наших клеток в том... Садитесь пока сюда. Идемте. Да, у вас сейчас... Это отключит вас сейчас. Садитесь пока сюда. То есть задача каждой клетки в том, чтобы мы себя чувствовали хорошо, мы чувствовали себя радостно, мы чувствовали наш вирус, который вошел, чтобы он вышел, какие-то заражения, если есть, чтобы они вылечивались. То есть каждая клетка направлена в это. Есть у нас врачи? Да. Есть, да? Вот, то есть каждая клетка направлена в это, да? И каждая клетка друг от друга все равно берет информацию. Поэтому и в мозг идет информация, что сейчас нужна помощь. Например, если вы... У вас вы почувствовали, что у вас вот здесь гангрена начинается. Вы же не пойдете, не скажете же доктору, да, ой, уберите, так мне вот это место надоело. Вообще, просто надо убрать и все, мне оно надоело. Мы же так не скажем. Да, мы понимаем, что без этого мы не цельные. И точно так же в нашей планете живет каждый человек. Каждый человек связан с другим человеком. Причем связан через центр груди. Это вот так выглядит. Смотрите, вот я такой маленький рисунок сделаю сюда. Вот смотрите. Знаете вы этого человека или не знаете вы связаны с ним, потому что вы живете в одном организме с ним. Через центр груди. Это наша сердечная чакра, сердечный центр, который отвечает за любовь, за отдачу и за получение. Мы связаны с каждым человеком. Когда мы контактируем с любым человеком, мы через центр груди контактируем. И получается, что каждое животное и каждое растение работает во благо для нашей планеты. Это означает, каждый человек, который живет в этой планете, которая вам не нравится, или те какие-то наслоения, которые вам не нравятся, вы их не принимаете, вы их не любите, вы их не хотите видеть. Бывает же такое? Вот согласитесь? Или нет такого? Есть. Очень много причем, да? И те, эти же люди, которые и злили вас, которые и нападали на вас, которые и подводили вас, также работают во благо именно вам. И этим работают они во благо планете, и планета работает во благо Вселенной. Ясно, да? Опять ко Вселенной поднялись, и сейчас опять спускаемся к Земле. То есть, получается так, что если вдруг какое-то животное, дикое животное нападает на вас, все равно мы же понимаем, что это естественно, мы сильно особо не обижаемся, если вы замечали. То есть у нас есть обида, у нас есть что-то такое, но мы так сильно все равно на животного не обижаемся, как на человека обижаемся. Все замечали? Да? А на самом деле мы должны, оказывается, одинаково смотреть, потому что нет разницы между человеком и животным. Все работает во благо для одного. Для развития всей Вселенной. То есть, если на уровне Вселенной смотреть, мы единый организм, и если на уровне планеты смотреть, также мы единый организм. Теперь смотрите. Есть такие у нас органы. Это сердце, да, это печень, это желчный пузырь. Легче здесь сидится? Немножко. Не напрягайтесь. Открылись, да? Да. И есть такие люди, которые, например, вам очень нравятся. Например, вы их видите, вам хочется радоваться, вы их видите, вам хочется обнимать, разговаривать. Вы сразу как-то спокойно себя начинаете чувствовать, да? Вы как-то начинаете чувствовать, что все, дела идут, оказывается, все нормально, не так, у меня все плохо. Вот такие люди, представьте, что они живут в сердечной чакре или в сердце вообще. Это правая, да, это левая сторона. Вот представьте, что эти люди вот здесь скопились. А там, представьте, что такие есть люди, которые там вот, как вот желчь, да? И выглядят, например, так, и действуют так, и к людям относятся так, и вредят так, да? Ну, как желчь, короче, и вкус желчи такой, да? Они где-то вот здесь находятся. То есть в этом органе. Мы же находимся на этой планете, и все же одно единое же. И представьте, что есть такие люди, которые... Ну, вот вообще вонючки. Ну, то есть вообще вы их не любите. Вот бывает так, что вот вообще... И его... То есть и от него воняет, и от его слов воняет, и вообще у него только такие гнилые поступки. Ну, это вообще какашка какой-то, да? Вот возьмем так, да? Ну, бывает же так, что... Как-то мне одна женщина выразилась, вот после этого у меня это осталось. Она говорит, я не знаю, как его назвать. Тут какашка это идеально. Вот представьте, что это находится вот здесь, где анальное отверстие. Вот здесь. Да? Там же клетки, правильно? И эти же клетки, эти люди, представьте. Эти люди, да, они какашки, они, может быть, гнилые для вас или для нас, да? Может, мы их не понимаем, но они все же выполняют свою функцию. Они здесь просто находятся. Причем важно. От того, что вы там здесь радуетесь, хорошо вам вот сердечные чакры находитесь, да? Ну, и что, если сердце хорошо работает, когда у вас нет очистки? То есть ваши слизи, которые находятся в анальном отверстии, не работают. То есть вот эти люди в основном чистильщики. Поэтому, когда вы смотрите на каждого человека, обращайте внимание, какую же он функцию несет для Земли, а вообще и для планеты, то есть для Вселенной тоже. То есть с этой позиции начинайте смотреть. Так как не бывает такого человека, который без функции спустился сюда, на эту планету, жить. И каждый человек, например, наверное, в каждом роду есть, Харбор Авлу Адилляда, да? Есть, наверное, такой человек, который, ну, такой самый гнилой, гнилой, там весь род думает, что он гнилой. Ну, там уже все, ему печать такой, да, что ты гнилой, да? Ну, есть, наверное, у каждого, да? А может быть, у кого-то из знакомых есть, если не в роду. Вот как раз-таки вот этот человек самый гнилый, он чистильщик рода, чаще всего. Он балансировщик рода, просто. Поэтому, если у вас есть такой человек, а если у вас есть этот человек у вас в семье, именно лично, да, это вообще главный чистильщик ваш. Поэтому к таким людям нужно относиться очень уважительно, с благодарностью за то, что он выполняет эту функцию. И для земли, и для вас, и для рода. Но дальше сейчас вы еще поймете, то есть почему. То есть семь дней мы будем понимать, на этом мы не останавливаем. Просто это начало. Просто мы устроены так, очень условно, мы относимся, знаете, мы так относимся к людям, замечали? Чтобы ты мне нравился, ты должен быть таким. Замечали? Вот такое условное. То есть, смотрите, я знакомлюсь с кем-то, или там вот, ну, сейчас вот девушка с девушкой познакомилась, да, и я уже смотрю на нее так. Ты хочешь мне понравиться, но тогда ты должна быть таким. Но так как ты сегодня неухоженно выглядишь, ты мне не нравишься. Или там, например, знакомлюсь с парнем, бедный парень, даже не в курсе, о чем я думаю, и я уже такой, ты хочешь мне понравиться, ну, где твоя машина-то, ну, где ты работаешь? Ну, вообще, ну, уже тебе 30 лет, ну, что даже должно быть? То есть я уже с этими условностями смотрю, да? Почему так мы смотрим? Не от того, что мы тупые, и не от того, что мы глупые, такого не бывает. Ни тупых, ни глупых созданий не бывает. Даже вот элементарно, если посмотреть, я наблюдала очень долго отсталых детей, за отсталыми детьми наблюдала. Есть же болезнь? Да, за детьми, да, аутизм. И за отсталыми животными, то есть они уже родились такими, да? Вот, наблюдала. Ну, я не буквально наблюдала, а видео смотрела. Вот даже эти отсталые, да, вроде бы у них ум вообще не работает, и ума вообще нет, да, у них вроде бы, они сумасшедшие. То есть даже дети, бывало так, что, ну, как бы загрызли своих родителей, да? Пока их не остановили. То есть они до убийства не давили, но они загрызли все равно. Нормально причем, да? Что в скорую потом увезли. Даже эти дети, когда ты им даешь что-то, то есть что-то, например, усыпить хочешь, чтобы он сейчас поспал, успокоился, а потом в больнице его, да? Они не пьют это. Значит, это означает, что они все понимают, кто добрый, кто недобрый. В больнице они называют, что все здесь... Нет, душманы, это как? Враги. Да, то есть все это враги. Когда домой приходят, они успокаиваются. Вроде они без ума люди, да? То есть они вроде должны быть тупыми или глупыми, но они все же вот это все понимают и чувствуют. И это опять-таки доказывает то, что нет никого ни глупого, ни тупого. Никогда. Мы же привыкли называть там глупое создание, да? Глупый человек, тупой человек, там ничего не понимают. Нет, мы все все понимаем. Просто у всех свои сценарии, которых мы выбираем сами, у всех какие-то свои программы, у всех свои какие-то мысли. Сейчас мы к этому идем. И если вам это нужно, то вы все равно проходите эту дорогу. Поэтому старайтесь не называть человека глупым или тупым. И старайтесь вообще не требовать от человека того, чтобы он понял вас. Нам достаточно, чтобы мы и поняли себя. Если вас кто-то не понимает или хуже начал понимать, это означает, что вы в последнее время себя перестали понимать. Поэтому никто вас тоже не понимает. Теперь давайте посмотрим, как мы рождаемся и как человек приходит на Землю. Это информация, которую я сейчас дам. Я вам уже сказала, через ченнелинг оно выведено. Через ченнелинг выведено. И через гипнозы. То есть, как работали ученые, расскажу. Нам это, когда я училась, мы не там давали эту информацию, мы видео смотрели. И при мне выводили студента. Делалось так. Два гипнотизера сидят, то есть ученые сидят, и выводят ученика. Любого из класса берут. И его вводят в глубокий гипноз. Такой глубокий, что он потом, когда просыпается, он ничего не помнит. Он только по видео видит себя. То есть, он смотрит видео и видит себя. У него спрашивают, как ты вообще родился? Почему ты выбрал именно эту планету? Почему ты выбрал именно этих родителей? Где ты в прошлой жизни жил? Вообще есть в прошлой жизни или нет? Существует ли реинкарнация или нет? Кто не знает, реинкарнация – это когда человек перерождается. То есть, уходит, тело оставляет и опять рождается. Может родиться здесь, может родиться в другом месте. Очень тяжело становится, да? Ну, тема сейчас такая, а потом сейчас интересно пойдет. Тяжело очень. И, получается, спрашивают у него, и он в гипнозе отвечает. Обычно были вот такие ответы. Наука тоже в реинкарнацию не верила. Но любой гипноз приводил к тому, что все люди говорили о реинкарнации. То есть, о том, как они где жили, в каком месте жили, кто у них был, какие члены семьи. Когда люди шли в это место, искали это место, находили действительно точные данные, что там в 1800 каком-то году жил здесь этот человек. Даже его дом где-то сохранился, его кладбище. Вот все это находили, когда шли по пятам. То есть, это очень долгая исследовательская работа была. Потом начались рождаться дети. Посмотрите, в Ютубе, это очень короткое видео, там дети вспоминают про свою реинкарнацию. Прямо напишитесь, дети, которые вспомнили про свою реинкарнацию. Там несколько видео. Реинкарнация. Даже если вы неправильно напишите, Ютуб вам правильно выдаст. Дети, там несколько видео, но их вообще миллион. Они начали вспоминать, вот они рождаются и начинают вспоминать, кто он, что он, где он, понимаете, когда он. Даже один мальчик, это было недавно вообще, родился. Вот получается так, у мужчины умер папа, и сразу родился мальчик, то есть через месяц. А жена уже была беременна, получается, там душа поменялась. Бывает так, что душа меняется. То есть вы думаете, мальчик, мальчик, УЗИ показывает, прям орган показывает, что это мальчик, да? А рождается девочка. Это когда душа поменялась. Бывает так, и очень часто бывает. И получается, что мальчик родился, и как начал говорить, он начал папе говорить, ты что со мной так разговариваешь, своему папе? Где тот подарок, который я тебе подарил? Ты почему мои подаренные шахматы не играешь? А это все делал его отец, то есть дедушка этого мальчика. Вот это как раз видео есть в Ютубе. Просто посмотрите, очень интересно, они были в шоке, и это было в Америке. И таких вообще вещей, миллион у меня, у самой лично это все было. Как только я научилась вот это все чувствовать, научилась с реинкарнацией работать, я это буквально видела. Тимур, ты, да, в ретрите видел? Про свою реинкарнацию. А Зулейха видела? Зулейха видела про свою реинкарнацию. В ретрите у нас девочки начали видеть про свою реинкарнацию. Помните, я письмо Зулейха так и не прочитала? Это вот про реинкарнацию было. Вот я же сказала, я не буду сейчас это читать. Вот. То есть люди начали вспоминать. После этих семинаров вы тоже можете начинать вспоминать это все. То есть оно раз, само придет, вы специально ничего не будете делать. И получается так, что люди рассказывали одну и ту же версию, как рождается жизнь. Но я эту версию вам расскажу, опять-таки, более кратко. То, что нужно нашему семинару, происходит так. Есть некий бог, да? Творец я напишу. Ну да. Творец, некий. Разницы нет, кто он. Энергия одна. Есть душа, которая хочет воплотиться. Суть души, вообще, мы есть душа. То есть мы есть дух. Запомните, человек сначала дух, потом душа, потом тело. Тело в последнюю очередь. А в основном мы дух. Можно называть, что мы просто дух. Есть некий дух, да? Ну, дух напишу сюда. Суть духа родиться и развиваться. Проходить свои какие-то этапы развития. Потому что там много очень во вселенной иерархии. Я точно их всех не понимаю. Но у меня нет желания это все понимать. Мне кажется, это вот эти алгоритмы, логарифмы, математика, короче, какая-то, да? Мне это не интересно. Мне интересно, как меняется жизнь человека. Поэтому я основу знаю. Дух, когда хочет вообще родиться, он выбирает именно себе ту землю, то есть ту планету, где можно пройти определенный опыт. Если где-то его нельзя пройти, он его не выбирает. А таких планет, где есть жизнь, очень много. Сейчас люди, как бы и через ченнелинг, и еще есть такой метод. Я не знаю, как он называется. Люди входят в глубокий гипноз и покидают тело. Даже если ты будешь это тело, ты не разбудишь его. Дух покинул уже тело. То есть тело безжизненное, но он не умирает. Как литургический сон, да? Бывает же так человек, вот лежит годами, да? И вот это тело, я этим не владею, получается, дух выходит и может путешествовать по любым планетам и посмотреть жизнь там. А если планета не физическая, если там можно энергетически жить, то есть это означает без тела, если можно жить, то дух может и пожить там немножко, а потом и вернуться. Таких людей не много в нашей планете, но они есть. И вот такие люди как раз таки доказывали, что есть много жизней в других планетах, и причем очень успешная жизнь, а как раз таки наша жизнь более отсталая, в нашей планете. То есть мы очень материальными стали. Для нас материальное благо прежде всего стало. Теперь дух выбирает родиться и выбирать сначала планету себе. ту планету, где можно развиваться. Например, в нашей планете очень хорошо можно развиваться через материальные блага. То есть у нас социум развит, у нас материальность развита, мы все материально меряем, измеряем. У нас здесь развитое чувство зависти, чувство злости. Друг другу можем обкидать камнями. То есть у нас это все очень развито. И дух, когда идет, он идет именно в ту планету, где через какие-то определенные опыты может развиться. Вот, например, Иисус тоже пришел, или какие-то такие другие, Мухаммад, Паил Гамбар, вот такие, как пророки, они также пришли для того, чтобы нам показать, что есть что-то выше, что-то сильнее, чем просто на земле ходить и болеть, или что-то думать, да, или воевать на тот момент особенно, что есть что-то выше. Посмотри туда. То есть ты можешь моментально исцелиться. Эти пророки, то есть суть этих пророков было нам показать что-то. И этим пророкам, их душам, тоже нужно было этот опыт. То есть они тоже здесь проходили свой опыт, поэтому они и пришли сюда. То есть, например, дух этих пророков выбирал эту землю специально, осознанно. И получается, что дух выбирает сначала планету, потом выбирает местность. То есть выбирается по особенностям наций. Вот, например, узбеки. У узбеков очень много рамок. Туда не ходи, сюда не ходи, детственницы выходи замуж. Это делай, вот это не делай, да? Везде запреты. Да, везде запреты. Или, например, Азия, Средняя Азия, да, тоже очень похожа, очень схожа друг к другу. Замечали, да? Ну, очень мы схожи друг к другу. И точно так же дух смотрит, именно какие особенности ей есть в этой нации, которые помогли бы развиться этому духу. Выбирает местность, выбирает государство, а потом выбирает род. После рода выбирает себе родителей. Есть такие версии, что дух выбирает себе отца, тогда, когда отцу 12 лет. Но я с этим не согласна. Я это лично проверяла. Не сходится. Я так заметила, дух выбирает в любой момент, когда ему нужно. Я же сказала, даже может поменяться. Вот резко уйти и поменять пол свой. То есть, такие тоже моменты бывают. Выбирает отца, а потом маму. Как это выбираете? Вот дух, то есть лялечка, который уже выбрал. Как можно почувствовать, что уже ребенок вас выбрал? Просто мысленно закрываете глаза и смотрите вверх в себе. Я эту практику не даю, но она не совсем важна. И смотрите вверх в себе, и смотрите, ребенок вас выбрал или уже нет. Уже или нет. И там вы начинаете видеть. Вы можете ножки увидеть, то есть может мелькнуть, может какой-то свет есть, может какой-то голос есть, что мама, я уже тебя выбрала. Вот все. Это уже однозначный ответ, что ребенок вас выбрал. Если сейчас мы интуицию здесь будем развивать, если вы сейчас уже будете чувствовать, вы почувствуете, что мой ребенок меня уже выбрал. У меня еще нет детей. Вы сейчас, когда интуицию будем развивать вам, вы почувствуете, что он уже выбрал меня. То есть, когда я иду, чувствуете, что со мной ребенок есть. Поэтому мне часто начали говорить, вы уже беременны, во сне я видела, что вы беременны. Потом начали говорить такое ощущение, что у вас есть дети. Клиенты начали говорить, кто уже чувствует хорошо. А у вас нет детей, а ощущение такое, что у вас есть дети. Ну, конечно, он у меня все время со мной, мальчик. Но я мальчика вижу все время. А вот видишь, это однозначно, когда уже ребенок выбрал все, эта аура уже все время здесь, и люди хотят, не хотят интуитивно начинать чувствовать это. Поэтому вот это такая практика есть. Теперь. Дух выбирает себе отца. Вот отец. Как его надо было? А, вот так. Это папа. Выбирает себе папу. Это мама. Почему сначала папа? Потому что папа творец, мама создатель. Папа дает информацию маме, мама это олицетворяет. мамам. Потому что он главнее. Потому что он главнее. Просто ничего не бывает. Ну ладно. Дух, когда приходит на землю, он приходит со своим сценарием. Сценарии приблизительные. Неточные и нечеткие. То есть приблизительные есть направления. Я часто беру Филиппа Киркорова, чтобы в Узбекистане никого не обижать. Я как-то начала говорить, потом мне сказали, ой, вот я тоже певица, там, там, там участвовала. Я просто не знала этого человека. Потом думаю, ну ладно, берем Филиппа Бедросовича. Приблизительный сценарий. Это сценарий духа. То есть он приблизительно знает, что он должен быть Филиппом Киркоровым. Но он не знает точно, что он женится на Алле, а потом разведется, потом у него будут дети, а потом еще что-то еще. И там Максим Галкин тоже будет присутствовать. Да, он об этом точно не знает. Он знает, что он должен быть Филиппом, именно поп-королем. Понятно, да? Конец он знает, да? Нет, не конец, он основное задание, основную функцию знает. Функции много у нас. У Филиппа Киркорового не просто там быть поп-королем, его функция еще и заставить нас плакать. В его песне, когда мы слушаем, заставить рыдать, да? Мы, когда слушаем его песни, одно время я прям болела, была фанаткой, и я прям под его песней у меня какие-то задачи решались, как под его чувства, да? Он так вот передавал, я была у него на концертах, вот, и я понимала, что он какой-то вот мой гуру, да? Который мне помогает развиваться. И получается, он приблизительно знает. И получается, он знает, что для того, чтобы он был всегда королем, поп-королем, да, он поп-король? Да. Чтобы он... Развиски поп-королем. Да. Чтобы он был поп-королем, чтобы не было у него в жизни, все эти действия, то есть все эти уроки, трудности, опыты должны вывести его на этот уровень и держать его там, на том уровне, чтобы он всегда чувствовал себя поп-королем. Или вот Мадонна, да? Вот она Мадонна, и она до сих пор Мадонна, да, и в принципе никто ее не заменяет, да? И вот точно так же, она, наверное, когда родилась, она знала, что она Мадонна, она знала, что у нее такая функция, да, такие задачи, но это она не знает точно, сколько раз разведется, сколько раз выйдет замуж, потом опять вернется к мужу или не вернется, что будет с детьми. Точных сценарий нет, вы запомните, то есть нет судьбы такой точной. Можно вопрос? А вот, например, Филипп Киркоров, он мог бы быть другим человеком? В каком смысле? А здесь, сюда прийти и поменять? Да, можно. Да. То есть, ты переключаешься к другой задаче, например, вынуждена, ты врач, например, да, скажешь? В основном, в такой момент, душа очень мучается, да, он все время чувствует недовольство, у него дела не идут практически, да, он грамотный доктор, да, лучше него нет, но ему не интересно это все. Понятно, да? Вот, да, он все сделает, но ему пофигу, вот такое, а не такой врач, который вот для него, это искусство, вот они входят, да, я видела такого хирурга, вот он так аккуратно говорит о своих там больных, да, и думаю, надо же, а для него это искусство, как будто бы, да, вот для нас это кровь, вот, в таком... Но предназначение 2-х годных, да, были? Не, не одно. Санчар, ты вот не слушал многое, мы сказали в конце вопросы, вот я буду говорить, задавайте вопросы тогда, хорошо? Смотрите, предназначение не бывает одно, только одна какая-то функция, например, очень много, вы слышали, да, например, знаменитая звезда, она же дизайнер, она же архитектор, она же выпускает пуговицы, она же еще что-то делает, да, там диет-меню какое-то создала, и весь мир теперь пользуется, вот, понимаешь, да, не бывает. то есть, действительно, есть такие люди, которые берут одно дело, и блистательно выполняют, значит, у них такая дорога, но есть такие люди, которые, что бы ни делали, делают идеально, и все им нравится, то есть, все им интересно, но в твоем случае у тебя, я сейчас много не вижу, я вижу одну дорогу, если в твоем брать, да, именно? В твоем. Сейчас не могу сказать, просто я с ним долго работала, консультацию вела, и я его знаю хорошо, а сейчас вас мне надо поузнать, да, понемножку, и теперь смотрите, получается, действительно бывает так, что душа, если поменять здесь свою функцию, да, то есть, вот Филипп Киркоров перестал быть Филиппом Киркоровым, а ушел в другую дорогу и стал доктором, то он в следующей жизни опять может прийти к этим же родителям, он подождет, то есть, он умрет и подождет опять своих родителей, часто так бывает, опять подождет, опять приходит к ним и опять идет именно к тому, чтобы быть Филиппом Киркоровым. Вот. Да, и смотрите, получается, он говорит папе, дух говорит, я Филипп Киркоров должен быть, и я должен быть в СНГ один, а то и в мире, пока он один, мне так кажется, потому что его во всем мире знают, во всем, и везде к нему идут на концерт, да, у него везде может быть аншлаг. И он говорит, я должен быть таким, но у меня будет характер такой-то, такой-то приблизительно, вот так-то, так-то, подхожу ли я вам, именно, говорит папе. то есть это на энергетическом уровне, мой дух разговаривает с духом ребенка. Это все выявлено в гипнозе, я же сказала, немножко как сказка выглядит, но это действительно правда. Посмотрите, об этом очень много видеоинформации. Дух, то есть с духом разговаривает именно, дух ребенка. А этот дух, то есть отец Филиппа Киркорова, с Филиппа начали, да-да, продолжим с Филиппом. Отец Филиппа Киркорова, это тоже был ребенком, да, он тоже пришел сюда развиваться, это тоже дух, у него тоже свои задачи, и он выбирает своего ребенка по своим задачам. Если это ему подходит, если это поможет ему развиваться, если это поможет ему так же расти, его духу, то он выбирает его. Если это противоречит, то дух выбирает в себе подобного. Поэтому мы очень похожи на своих родителей, а не на нас. То есть мы как одно целое. И вот как раз-таки пример отец Филиппа Киркорова, знаменитый певец в СССР, Как его звали, кто знает? Бедрос? Ага, вот. Да. Я его плохо знаю, но я его внешность знаю, и я знаю, что в свое время он был очень знаменитым. Мама говорила об этом, и я видела видео какие-то, да, это мама, так напишу, мы. И получается, как раз-таки такой отец, который был знаменитым в Союзе, сделал из Филиппа, наверное, и поп, звезду, который пока единственный, да, никто еще его не затменил. И потом они выбирают вместе маму. Точно так же маме дается два контракта. Контракт ребенка, для чего он приходит, и контракт мужа. И потом выбирают маму, и все, ребенок воплощается. То есть маме показывается контракт мужа, контракт сына. Бывают такие моменты, что мама уже, папа друг друга нашли, а потом только создается контракт с ребенком. Было, оказывается, и такое. То есть в гипнозе это выявили, да. Но это вот стандартный такой, часто встречающийся метод, вариант. И получается, если дух не Филипп Киркоров, а маньяк какой-то, да, вот давайте возьмем, не входим в эту энергию, я сейчас буду рассказывать вам, что страшилки, да, но вы не входите в них, прошу вас. Вы слушаете меня со стороны, ладно? Вот со стороны слушаете, и не жалко вам должно быть никого, сидите, кого я сейчас перечислю. Есть такая тюрьма, как называется? Алькатрас. Как? Алькатрас. Я все время забываю. Слышали? С которой трудно заглядать? Это там, в Америке, или там, Алькатрасистоэль, Айланд, Который в острове, находится где-то? Там сидят в основном душевнобольные маньяки, убийцы, именно ненормальные, то есть они не в здравом уме. Очень много ученые туда ездили и их изучали. Им было интересно, почему именно так, почему именно такое скопление, именно сюда, да? И когда они их изучали, также этим же методом, гипноз, и спрашивали, да, как ты родился, да? Он говорит, вот я родился, и моя задача была очищать людей, помочь им уйти с этого мира. У него спрашивают, а почему люди не могли своей смертью умереть? Почему ты именно должен помочь? Почему именно таким путем? Да, он говорит, когда тяжелой смертью, оказывается, умирает человек, он уходит очищенным. То есть он от своих каких-то ненужных энергий или ненужных каких-то мыслей, то есть если вы замечали, кто замечал, когда у нас в жизни какие-то трудности, у нас сердце раскрывается, и мы подобрее становимся. Кто замечал? Кто замечал, когда война, люди друг к другу тянутся, опять добрее становятся, особенно сильная война, да, вот добрыми становятся, даже если сами в голоде сидят, да, помогают друг другу, да, то есть я вот беру что-то трудное, а на самом деле, в принципе, везде у нас сердце прямо открывается, когда трудность, трудность нас очищает, на самом деле, трудность нас включает и пробуждает. Мы включаемся, мы просыпаемся, и все, у нас процесс начинается. И у него, когда спросили, он сказал, я их очищаю именно перед уходом, да, чтобы реинкарнироваться и родиться уже в более чистом роду. Вот есть грязный род, есть средний род, есть чистый род, есть вообще блистательный род. Например, где родители алкашей, наркоманы, наркоманы, где много в роду убийств, то есть кто-то умирает или кто-то кого-то убивает. Вот я знаю такой род, когда все время их родственников находили в мусоре. То есть они исчезают, а потом их находят в мусоре. Я все время думала, почему именно в мусоре? И все время у них так, да? Какой-то грязный очень был род. То есть есть такой дух, который приходит в более грязный род, он очищается в этом роду, он растет и развивается. То есть через вот эти все барьеры растет, через вот эти все уроки и опыты растет. Есть более чистые души, которые выбирают более чистый род. Ну, например, где нет особо таких запретов, где не надо выживать, например, ну, например, семья президента, да? Ну, там ты уже не выживаешь, ты особо о хлебе не думаешь и где найти работу, ты тоже не думаешь, да? Например, в нашей Земле возьмем, в нашей планете. Вот, то есть это более чистые, да? Или, например, духовные есть люди, такие разные гуру или такие тренера, да? Там тоже рождаются в основном чистые дети. А то могут и дети Индиго родиться или кристальные сейчас уже есть дети тоже. Если интересно, изучите в интернете очень много видео. Кристальные дети напишите. Дети Индиго уже устарелые, теперь уже есть кристальные дети. Дети Индиго уже прошло, эта эпоха прошла. И получается, он говорит, чтобы они очистились, да? И уже в следующий раз в реинкарнации выбрали себе другую путь, другую дорогу, другую семью и более очищенный род, я им помогаю. Они спрашивают, а как ты выбирал себе родителей? Когда ты выбирал родителей, родители знали, что ты будешь именно таким? Он говорит, их дух знал. То есть, но они забывают об этом. То есть мы при рождении забываем о том, что мы выбрали. Мы специально забываем, мы специально проходим при рождении такие слои, где это забывается, то есть снимается от нас. Если мы будем помнить, мы же так и будем ходить. Сейчас здесь убийца выйдет, сейчас он меня здесь изнасилует, а потом убьет. Ой, я сегодня не вернусь, когда уходим на работу. То есть, это уже ты не пройдешь опыт. Чтобы ты прошел опыт, ты не должен это знать, то есть ты должен это забывать. Чтобы все было реально. Да, все реально, это действительно проходишь этот опыт. А если ты вовремя меняешь свои мысли, взгляд на жизнь, ты можешь это и пройти мягко. То есть, может быть, этого и не случится. Об этом позже. И он говорит, да, получается, теперь расскажу про маньяка, маньяк и убийца, наркоман, кто бы он ни был, или ваш самый такой друг, которого вы ненавидите. Вот если есть у вас человек, который вас бесит, вот прям бесит и все. Вот если есть такой человек, получается, он папе говорит, я прихожу в этот мир, чтобы быть маньяком. То есть, твоя задача мне помочь стать им. Это означает, какие родители нужны, чтобы он стал маньяком? Такой же. Да, типа такой. Или он алкаш, или он там такой, что вот психически ненормальный, да, или вот что-то он там будет делать с ним, что он потихонечку будет приводить его к таким действиям. Потом также он маме говорит это, да, то есть, вот этот контракт объединяется, и они встречаются на земле. И также следующие дети тоже. Например, вот первый ребенок родился, потом второй ребенок родился, да, второй ребенок выбирает именно быть вторым, третий выбирает именно быть третьим. Но есть еще абортированные дети. Сразу скажу к теме, абортированные дети осознанно приходят, зная, что их будут абортировать. Аборт это не грех. По моим мыслям это не грех. И это неплохо. Я считаю, что все, что есть на земле, это гармонично. Оно есть, значит, это нужно. Это мой взгляд. И здесь я делюсь своим взглядом. Я здесь никого не учу и ни к чему не направляю. Вы пришли получить мой взгляд просто. Вы можете получить, вы можете остаться на своем взгляде. Абортированный ребенок чаще всего возвращается в эту семью. Чаще всего. Вторым, третьим возвращается. Если вы потихонечку будете вспоминать, у вас интуиция будет развиваться, вы вспомните даже, по какому счету аборт был, и потом вы пришли, если был аборт до вас. Абортированный ребенок иногда бывает не возвращается в семью, но он выбирает специально маму, зная, что она все равно сделает аборт. То есть аборт – это боль, это убийство. Он опять очищается и перерождается в более чистом роду. Ясно, да? Вот здесь ясно сейчас все данные мамы? Всегда по-разному бывает, но чаще всего абортированный ребенок возвращается. То есть результат это показал. Абортированный ребенок, можно узнать, как он опять заражался этот ребенок? Чувствовать можно как-то, что аборт, но с абортированом опять он вернулся. Вернулся, да? Да. Но когда интуиция развивается хорошо, обычно все чувствуют. Да. Обычно все чувствуют. Нет, не жалейте, потому что это был выбор ребенка, и ребенок осознанно пришел, зная, что вы сделаете. Есть вероятность, что он у вас уже в семье, да? Есть вероятность, что или ждет, или будет вашим внуком или внучкой. Он может возвращаться все время. Он может дождаться. И теперь смотрите. Получается, вот этот маньяк, это вот реальная история. Вот этот маньяк, когда выбрал себе папу, потом маму, и когда он родился, у папы была всегда сменная работа. А мама была психически ненормальной, но папа был не в курсе. И как каждый раз, когда папа уходил на работу, на сменную, мама заходила к сыну и насиловала его. То есть насиловала именно в интимной близости, да? То есть не так, что била его. Насиловала. Каждым разом, каждым разом ребенок это терпел. То есть он терпел, терпел. И я не помню сейчас уже, какой у него был возраст, эту информацию. Не помню возраст. Но когда 12 или 13 ему исполнилось, первая его жертва была его же мама. Все, маньяк готов. Кто виноват? Вопрос. Вопрос. Абсолютно никто не виноват. Или Бог виноват? Нет. А у меня всегда был такой вопрос. Вот почему Бог куда смотрит, я все время думала. Вот дети умирают, да? Люди умирают. Я видела, ну, слышала явно такую информацию, что 9-месячного ребенка при роде родителей расчленили. Да? Вживую. Если вы помните, Осетия была, она когда была, Грузия и Осетия, да? Конфликт. Конфликт, помните, между Грузией и Осетией был? В 2008 году, да? Да, Схинвал. Вот тогда вот эту историю рассказывали по телевизору, что вот прям родители вот так плакали, жидали, они в подвале прятались. И вот солдаты, видимо, им что-то дали, они выпили, да, что-то. Они были такими уже, зомби. То есть ничего они не понимали. И они расчленили этого ребенка при них. Они сказали, убейте его. Они просили все время, все уже, они сами просят убить ребенка. Но они и ребенка не доубили, и родители не доубили. Да, то есть... И я тогда вообще так плакала, что-то меня это так затронуло, я думала, а куда вот Бог смотрит? Ладно, взрослые там, может быть, грешники, а ребенок вот кто? Что? Почему взрослых не надо наказывать за их же грех? А почему через ребенка, да, это? Я вот это не понимала никогда. Когда я вот это все поняла, эту схему, я поняла вообще, как устроена мир, как устроена жизнь. Поэтому, когда вы видите таких детей, которые в детдоме растут, мы должны сразу понимать, что детдомовские дети, так, не отвлекаемся, сюда внимание, детдомовские дети, это те дети, которые выбрали только родиться на этой земле, но расти без родителей. То есть они не берут программы родителей, их сценарии, их какие-то мысли, они берут только ген, они берут тело и выходят. Если вы видите беспризорников, у кого нет вообще дома, да, там, в подвалах где-то живут, да, сразу должны понимать, что это по их выбору, то есть дух, душа выбрала себе свой путь, и он сейчас там живет, у него такая дорога. И в основном такие люди потом вырастают такими более, да, кто-то мафиози, кто-то очень богатый человек, кто-то олигарх, но в основном такие люди, которые изучают мир самостоятельно, им не надо, чтобы родители, ой-ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, почему в девять не пришел домой, да, вот без этого. Поэтому, когда вы видите вообще любого человека, кто без денег, кто с деньгами, кто болеет, кто без ног, кто без рук, кто умирает, кто несчастлив или очень счастлив, вы все время должны знать, что это выбор духа. По его выбору обстоят дела. Буквально. То есть дух это выбирает, из себе подобных родителей выбирают, поэтому вот этот баланс и идет. Вопросы теперь. почему именно такие вот негативные программы выбираются? как бы шарф, потому что они счастливые. Это же такой страшный сценарий, ну это, конечно, если это рассматривать земной жизнью, это страшно, а для духа, наверное, это там очищение, быстрое освобождение, быстрый урок. А почему именно здесь именно негативный сценарий должен проявиться? Почему они пройдутся на рейтинг? Вообще во вселенной Барлахда вообще нет ни негатива, ни позитива. То есть там есть только баланс. Вот постарайтесь никогда не делить на хорошее и на плохое. Никогда не делите, не давайте определение и не давайте на позитив, на негатив. Вообще не делите. Если вам попадется книга, где разделена она на негатив, на позитив, на хорошее и на плохое, то не читайте эту книгу. То есть психология какая-то, да? Вообще не читайте, потому что это зомбирует вас вообще мощно. Читайте именно там, где описано нет этих определений, не делите. Вот где вот это написано, это можно читать. Просто какая-то энергия. Сейчас я вам скажу, да. Получается, смотрите, есть также хорошие программы опыта. Например, есть такие люди, кого никогда ни разу в жизни никто не насиловал, да, никто не бил, руку не поднимал. Например, я же работаю с клиентами, я спрашиваю вообще, были такие насилия? Папа на вас руку поднимал или там маму избивала или хотя бы по попе, да? Нет, нет, наша мама такая была. Вот такие, да, есть? Есть, очень много, но есть такие, которые именно через это должны были раскрыться. Мы, конечно, это все запомнили как стресс, да? Обращайте внимание, выключите вибрацию. У кого сейчас? Выключите быстренько вибрацию. Ага, получается, смотрите, мы на это смотрим как на стресс, но если быть честными, конечно, нам сейчас ум не разрешает быть честными, да? Ну вот я, когда вот это все начала понимать, я пересмотрела мою жизнь. Например, мама нас часто била, причем била вообще спокойно, но не издевательски, да? Но это было вообще спокойно в рот нам там дать, да? Если мы что-то скажем по попе, если мы упадем, она нас била за то, что мы упали. Мы и так уже упали. Вот. И мама как раз таки меня научила не бить, не поднимать руки. Да? На детей. Мама как раз таки меня научила больше любить, потому что я заметила, я, наблюдая за мамой, научилась любить людей, потому что она очень долгое время жила в депрессии, и очень долгое время была такая, знаете, конфликтная. Даже в автобус просто выйдем, да, в советское время, она и с кондукторами, со всеми могла поругаться, и я такая все время была. Сейчас начнется, сейчас начнется, знаете, да? Как-то мне за маму стыдно было, что ли. Хотя сейчас вообще такого нет, да? Но на тот момент мама научила меня не быть конфликтной. Она научила меня своими действиями чувствовать людей и разговаривать. То есть мама, наверное, положила первую вот эту палку в мое развитие именно как психолог, со своей конфликтностью научила меня изучить конфликт. Вот эта конфликтология, знаете, есть такая это. Да, то есть суть конфликта, и я начала это понимать. И если вы не будете делить на хорошее, на плохое, а просто трезво просмотрите, почему вам этот опыт был нужен, вы поймете. Вот, например, Луизу Хэй, кто знает? Многие знают. Вот Луизу Хэй свой отчим или папа родной изнасиловал? Родной был, да? Вот родной отец изнасиловал, но именно этот родной отец через изнасилование столько лет сделала так, что она стала целительницей для всего мира. Она истелила себя, и она начала истелять весь мир. Понимаете? Но именно через этот стресс она дошла до этого, потому что он столько лет изнасиловал, насиловал ее, потом она убежала, да, вроде бы, потом выяснилось, что у нее рак и месяц остался. Она была очень закрытая, жертвенная, такая вся убитая. Она на мир смотрела гневными своими глазами, да, через гнев. И она уже села, она вот пишет, я, говорит, села и начала прощать всех. Каждого. Я подумала, ну что уже, я же умираю. И начала всех прощать. Простила отца. И всех, 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 кто ее обижал, всех начала прощать. И потом что-то не умирает. Месяц прошел, она пошла к врачу и сказали, ты же истелилась. И она поняла, что прощение это самое то, да, вот этот корень всех истелений. И она, я не знаю сейчас на сколько процентов ее метод работает, он уже считается устарелым, потому что это очень давний метод. Сейчас уже другие сильные есть методы. Вообще, запомните, многие книжки и методы, которые вышли до 12-го года, не работают сейчас. Потому что Земля сделала очень большие изменения. Мы сейчас переходим на четырехмерное измерение. Что такое четырехмерное измерение, мы, наверное, поговорим или завтра, или послезавтра. и сейчас многие методы не работают. Например, какие-то есть же методы, вот Лазарев, Синенников, Некрасов, Тарсунов, много же таких, кто знает их. Они, например, до 12-го года могли бы дать, например, 100-процентный результат, а сейчас, может быть, как-то меньше это может быть. Я точно не знаю, но может быть такое. Вы должны чувствовать сейчас. И получается, что каждый опыт, который был в вашей жизни, хороший или плохой, был всегда во благо, то есть для развития души. Поэтому эта мама Маньяка делала все правильно, когда насиловала его, своего сына. Поэтому она была без ума, то есть у нее ум не работал, да? Она была такая, психически ненормальная. И в этом состоянии только она могла насиловаться. Если бы она была в нормальном состоянии, сын бы не выбрал бы ее, потому что тогда она не дала бы ему быть Маньяком. Она из него ученого, может быть, сделала бы. Вопрос. В одной жизни вот этот Маньяк, он сможет все осмыслить, изменить мир и только другому изучить. Он будет доказан. Вот именно с Маньяком я этого не замечала. Вот. И чаще всего, если вы замечали вот про серийные убийцы, да? Я вот когда слышала, я думаю, 40 лет убивал, и Бог вот так смотрел. Ну пусть сейчас доубьет. Понимаете, да? Я вот так представляла, да? Вы не думайте, что там я на тему Бога шучу или издеваюсь. Я спокойно смотрю и очень уважительно. но я все все время думала, куда смотрят, но я же потому что тоже мусульманка же. Да? Вот с детства я так росла. И я родителям говорю, они говорят, ну и что сделаешь теперь-то? Ну спрашиваю же, почему так? Особенно, когда вот эти российские каналы пошли, Тарелка, параболический, как-то смотришь вот эти передачи вначале, да? Мы всю жизнь не смотрели. И я думаю, 40 лет убил Чикатило или кто-то же есть? Вот он 40 лет, я думаю, как вот его не поймали-то? Как вот? Мы что-то обворуем, там сразу завтра уже узнают, да? А тут 40 лет человек, спокойно, расчленел? Почему так? Потому что это его функция, он должен выполнить его, и никто ему не мешает. И сидеть в тюрьме потом, или даже умереть в этой тюрьме тоже его же функция. То есть они это знают, подсознательно действуют, спокойно. То есть каждый выполняет свой контракт? Свою функцию, да. Если этот контракт выполнил, что происходит, или если убирает, то есть вот в этом воплощении он выполнил свой контракт или не выполнил? Всегда по-разному, это от мысли зависит. Бывает, что человек уходит, если уже выполнил, закончил, и он у него уже, он пришел, например, только для этого, то есть познать это, определенно, познать, что такое маркер. Он познал, он может уйти. Если он познал, и на этом, начал развивать свой уровень очень высоко, он может идти дальше, то есть он еще что-то познает еще, то есть есть такие мудрые души, есть такие души, которые очень молодые, это знаете, какие души, замечали, вот такие есть люди, им все интересно, вот они и покорят, и Анаша, и все, и с девочками, и с мальчиками, и вот у них все, то есть, я вот когда узнавала, я же работаю с ней, я думала, надо же, все, успели прям, я по СНГ консультирую, по СНГ через Скайп работаю, и разные люди мне обращаются, да, ко мне, нет, не всегда, бывает так тоже, и я думаю, например, мне никогда не было интересно покурить Анашот, никогда мне в голову не приходило попробовать, или абсент, есть же какие-то такие напитки, которые настроение поднимают, мне когда говорят, ну я вообще и вино еле пью, и потом краснею и сижу, вообще не могу, шампанское практически не пью, не могу, я сразу, все, уже я готова, я спать хочу, поэтому я говорю, если хотите, чтобы я поспала, то мне предлагают, вот я не могу, то есть, у меня и желаний нет, то есть, мой дух уже изначально этого не хочет, может быть, я уже много перевоплощалась, а есть такие духи, которым все интересно, они все хотят перепробовать, это молодые в основном души, да, они проходят это, они все, они и драку хотят понять, они посмотреть в животное, что будет, если льву дать там руку, да, или еще что-то, им все интересно, вот такие это в основном молодые души, или очень любят экстрим, там все хотят перепробовать, и иногда говорят, ты что торопишь, ты куда-то как будто торопишься, ты еще столько будешь жить, ты можешь это попробовать. Да нет, они не угомонит их. Замечали? Или слышали о таких? Вот это в основном молодые души. Есть вопрос? Да. Что толкает в душе на самоубийство человека? На самоубийство? Да. Сейчас. Хороший вопрос. Я сейчас скажу свои чувства и то, чему обучалась тоже. То, что мне в учебе тоже давали. Вообще в реинкарнации мы можем рождаться и растениям, и животным. Насекомым. Я в это не верила. Я думала, мы реинкарнируем только как человек. Не, ну я потом поняла, что... Нет, там я уже начала эти вещи видеть. Я видела таких людей, у которых очень низкое сознание. То есть... Как будто бы вот вчера он был обезьян, и сегодня человеком стал. Да вот. Я когда их видела, у меня так было странно. А я же вот это всё душу уже вижу, его программу вижу. Да? У меня это очень развито. И я думала, почему вот он такой? Я всегда учителя спрашивала, почему они такие тогда. И мне сказали, что это может быть первое воплощение после животного. То есть есть низкий уровень сознания, есть высокий. Вот говорят же, дельфины, у них очень высокая... Как? Коэффициент. Ну да. Перелечаясь с мозгом, как пашу, как человек. Да, больше. Больше. Да, интеллект. Интеллект высокий. То есть они высокие из животных, они на очень высоком уровне. То есть если вы рождаетесь с дельфином, надо уже, оказывается, радоваться. То есть ты потом уже спокойно человеком, даже более высокодуховным человеком можешь родиться. Когда дух чувствует, что он не пошел по своей дороге, он запутался, он начинает чувствовать, что ему уже незачем жить, и он чувствует, что нужно ему уже переродиться. И он начинает стремительно вызывать свою смерть. Вот как раз я вот это не сказала. Спасибо за вопрос. Сейчас я буду и договорю, и вам буду отвечать параллельно. То есть человек сам выбирает момент рождения и сам выбирает момент смерти. То есть человек это не жертва, который вот попал под аварию и умер, да? Он это все понимая, чувствуя, делает. Поэтому, если вы наслышаны, люди перед смертью утром прощаются с родными. Да, как это ни странно. Я знаю одного мужчину, который умил от аварию. Он утром снял цепочку и одел сыну. Вот понимаете, да? И жена сказала, почему сейчас это делаешь, да? Видимо, она почувствовала. Он сказал, не знаю, я хочу, чтобы он всю жизнь не снимал эту цепочку. То есть он именно в этот день сказал. А сыну было пять лет. Есть очень много, если вы наслышаны, но наверняка слышали, многие там... Как это называется? Завещание. Да, завещание делают. Интуитивно делают, а потом умирает. То есть это все интуитивно. Есть люди, которые заранее кладбище место заказывали. Они чувствуют на неделю, в месяц. Да. Это факт. Есть. У меня тоже это было. То есть я тоже из близких это слышала. У вас много работы будет. Идите отдыхайте, рано утром начинается вся работа. Да. Ночью уже. Два часа, три часа ночи уже они видят, что он умер. И все собирались. Да. Да, да. Они все сразу заранее. Да. Вообще, вот это вообще стандартная ситуация. Это очень много такого. То есть душа чувствует, когда ему надо уходить. И когда ему надо там переродиться. И бывает так, что если душа чувствует, что он все-таки не пошел по своему пути. И уже ему не интересно по этому пути. То есть по неправильному. Вот это если его дорога, а он вот так пошел. Но до этого момента он уже изучил эту дорогу. И ему ничего интересного не осталось. Он может ускорить свою смерть. Я знаю человека, который за пять дней от опухоли мозга умер. То есть он узнал пять дней тому назад вообще, что он есть опухоль. И за пять дней умер. И я когда к нему подключилась, я почувствовала, что он специально усилил. Потому что он не хотел ни болеть, ни лежать, ни лечиться. Ему легче было переродиться. Такие люди, которые умирают через болезнь, не рождаются в следующий раз в низком сознании. Они в высоком сознании рождаются. Они очищенными уходят. Те люди, которые убивают сами себя. То есть у них же был вариант изменить взгляд на себя, на мир. Сделать что-то. Они не сделали, а убили. Это тоже нормально. То есть за это никто тебя не наказывает. Но ты следующий путь на один уровень. Ниже спускаешься, более на низком сознании. Если вы здесь работали в бизнес-центре, например, директором. А здесь вы на заводе с лесорщиком рождаетесь, например. И всю жизнь с лесорщиком проходите. То есть на более уровне ниже. Но у вас все равно всегда есть вариант, возможность расти, развиваться и завершить все эти программы. Ответила я вам? Ну а как тогда вот дети, которые рождаются и сразу раком болеют или с тяжелыми болезнями? А с ними как тогда? Да. То есть точно так же. Дух мудрый. Дух все знает. То есть Дух выбирает вот этот короткий путь. Например, он выбирает вот такой путь для быстрого очищения, чтобы потом чистый, открытый путь пройти в следующем воплощении. И спокойный, ровный путь. То есть цель вашего души просто очиститься? Если при таких условиях, то есть быстро, в начале жизни, то да. Вот так же абортированный ребенок, а у него-то в чем? Сейчас, секундочку. Прочувствовали? То есть, я когда вспомнила, что я была абортированным ребенком, я прям это вспомнила, у меня как слезы пошли, я эту боль прочувствовала. Вот в утробе матери, тогда меня чистили. Это все могут чувствовать. Просто я очень много работаю и я с людьми работаю, у меня это быстрее идет. Я эту боль даже прочувствовала. Мне было вообще очень плохо. Я потом пришла, я сказала, сколько абортов было до меня? Сказали, до тебя один. Я даже не в курсе была до этого момента, что был аборт. Я просто пришла напрямую и спросила, то есть, сказали, до тебя один. И вот я сказала, оказывается, это и есть я. Потому что вот я родилась, да, с момента рождения, до того, как я стала психологом, я всегда доказывала родителям, что я нужна, меня не надо убивать. У меня вот такая какая-то маниакальная мысль была. Я всегда вот так доказывала. Вот вам чай, папа. Хорошо, да, нравится? Вкусный чай? Я вот с детства вот такая была, нравится? Вот мама, смотрите, я пол помыла. Нравится, да? Типа, вот видите, я же вам нужна. Типа, не надо меня убирать. И вот эта память у меня была. Понимаете, да? И точно так же со всеми детьми. Если ребенок родился с раком, с диабетом, даун или вот такие болезни, то ребенок это принес со своей прошлой реинкарнации. Это родителей не касается. Если ребенок родился и здесь заболел, не такими сильными болезнями, но все же более уже серьезные, то это больше программа родителей. То есть он болит для того, чтобы родители менялись. То есть абортированный ребенок или ребенок, который умирает, он не только для себя умирает, он также умирает и для родителей. И если не взглядом жалости, а адекватно смотреть в этот момент на родителей, вы увидите, какими они были. Я лично пошла к тем родителям, я их лично не знала, но я слышала, маленький ребенок умер. Я пошла туда, села в подъезд и начала наблюдать, что происходит. Там как раз похороны были. Я лично посмотрела на этих родителей. У них умер маленький ребенок, но у них остались еще две маленькие. Как они с ними относятся. Они там в похоронах даже били своих детей. Они не были рады, что хотя бы они остались живы. То есть ребенок все равно какой-то вывод, чтобы родители сделали, сделал. Но если родители не сделают этот вывод, то это будет продолжаться. То есть и следующим ребенком что-то может случиться, еще что-то. То есть я заметила, что никогда родители ангелочки, а дети вот просто так вот ушли или что-то случилось. Такого не бывает. Кто не ценит своих детей, не ценит, потому что родители виноваты, да? Не так. Такого нет. Родителям нужно понять, осознать, например, ценность ребенка. Поэтому приходит ребенок, хулиган какой-нибудь там приходит. Вообще такой, знаете, неспокойный ребенок. И заставляет родителей принимать такого ребенка и любить. Если родитель не получается, не учится, не принимать, не любить, то ребенок уже делает так, чтобы родитель начал ценить ребенка. То есть он или сильно болеет. Замечали, когда ребенок болеет, немножко любви, да, что он вылечивает? Да даже муж или жена болеет, немножко посидишь, ему хорошо становится. Да? Замечали? Да. Вот то же самое и с ребенком. Поэтому здесь нет ни виновных, ни виноватых. Вообще. Вопрос. Вы про авартируете ребенка? Погромче. Про авартирую ребенка. Ты же осознанно найдешь и делаешь. Да. А когда выкидешь ребенка? Точно так же. Ты же ждал этого ребенка? Да. А получается, ты с продаж. Если ты, естественно, делаешь работу, ты осознанно. Да. А это дежданное. Какие дежды, которые ребенка ты ждешь? Угу. Он перевоплощается? Он может быть перевоплощается. Я же сказала, может нет. Но вы ждете, да, вы ждете от ума. Да, то есть ум ждет. А душа, дух начинает понимать. Вот, например, ко мне пришла моя племянница. У нее умер как раз ребенок, да, маленький? Это был третий ребенок. И вот, когда я вот смотрела ее, я поняла, что она, как вот это сказать, рожала детей просто для того, чтобы там перед мужем, может быть, какой-то авторитет был. Или перед другими. То есть это для нее было вот как, типа, дети не нужны, но это дети символ гордости. Показатель. Как показатель, что ты вот полноценная женщина, да? И вот, вот когда тот ребенок умер, а этот ребенок был очень осознанным и очень долгожданным. Она действительно осознанно хотела. И вот именно этот умер. А до этого дети родились просто так спонтанно, да? Все это было. Она не ждала. Так, получалось и все. И вот именно осознанно и умер. И после этого она много чего поняла и поменяла в жизни. Именно этот ребенок сделал так. и муж поменял многое. Поэтому, если не смотреть на это, то есть через того, что там вот жертва, вот как же так, да? Или там плохо это через боль, да? Через страдания, то если адекватно смотреть, вы всегда видите во благо. Этим я хочу сказать, смотрите, заключительно, что нет ни вины, нет ни... Греха, нет ни правильного, ни неправильного, нет ни хорошо, ни плохо. Я считаю, что нет. Да, моя мысль такая. Вы для себя придумываете свою правду. Если вам пока удобнее так думать, можете думать. Я это всем так говорю. Есть только опыт. И любой опыт всегда во благо. Абсолютно любой. Но мы просто не стараемся видеть благо. Нас научили вот так. Ах ты, бедняжка. Ну кто же тебя так, ах блин, а? Например, я когда развелась, я развелась в 2006 году. И 9 лет я была незамужней, да? И мне все говорили, женщины, куда же смотрят мужчины? Вот такая ты, да? И я действительно верила в это. И такая, куда же они смотрят? А хотя я мужчин не признавала вообще, они для меня не существовали. Как я могу для них существовать? Вы должны были это пройти? Женщины меня утешали и говорили, куда же смотрят мужчины. Они же не знали, что у меня внутри творится. А если адекватно сказать честно, у меня творилось так, что я их не признавала. И я так и говорила, Лоли, да засранцы эти мужчины. Засранцы. Они для меня были засранцами, они не мужчины. Понимаете, да? А вот если именно буквально про ту женщину, про ту девушку, если вы мне скажете, и мне надо желательно увидеть ее, и я вам скажу, что за программы и почему она не может выйти замуж. Что за мысли? У нас многие девочки вышли замуж здесь. Ну, как минимум, нашли парня себе или мужчину просто. Так, сейчас, секундочку. Угу. Вот если человек хочет себя увидеть, как она поможет или не желает? Никак. Никак. Никак нельзя помочь и вообще не вмешиваться. Когда вы помогаете, вы этим хотите ему сказать, что смерть это плохо, а смерть не плохо и не хорошо. Это и есть опыт. Но если он должен уйти, он уйдет. Можно, безусловно, поговорить с ним, но на этот вопрос мы, наверное, еще вернемся. Запишите вопрос. Еще пока рановато. Но вот пока так. Да? На пока так. Вопрос еще. Да. Если вот дух ребенка выбирает дух отца. Угу. Могут быть несколько душ ребенка, да, правильно? Он выбил одного отца, но разных матерей. Как так тогда? То есть роль творца. То есть все это уже запрограммировано получается, так? Нет, не запрограммировано. Творец тут ничего не диктует. Творец только помогает выбору духа осуществиться. Осуществиться, то есть. Угу. Он без нас ничего не сделает. Одного отца разных матерей. Или одна мать разных отцов. Вот так? Мне буквально вопрос дайте. Вот вы мне сейчас вуалированно задаете вопрос. Буквально задайте. Судь уже запрограммировано, как есть. Я же сказала, такой судьбы, что там все прописано конкретно. Нет. Приблизительно есть. Вот, например, сказала же есть, что он должен быть Филиппом Киркоровым. А то, что он женится, не женится, будут у него дети там. Или от другой женщины будут. И потом он просто их будет расти. Это все уже идет по вашему опыту, по вашему развитию. Но буквально, что каждый шаг. А тогда зачем жить, зачем опыта набирать, если все это прописано? Вопрос вообще четкий. Вообще вопрос хороший. И классный. Просто вы мне не сразу задали. Неконкретно сейчас. Смотрите. То есть я тоже все время об этом думала. Если все здесь прописано. Меня бабушки так учили. То есть если здесь написано на лбу, куда ты убежишь. Я всегда думала, зачем мне развиваться? Зачем мне учиться, если здесь написано, что я все равно буду пятерочницей? Я все время родителям говорила. А вдруг у меня здесь написано, я говорила? Не интересует такой вопрос, смотрите. А вдруг уже написано, что у вас завтра будет Ламбаджини. Зачем вам сегодня работать? Вот нет такого. То есть есть приблизительные сценарии. То есть приблизительные программы. Приблизительная какая-то основа. Например, вы знаете, ваша жизнь должна быть какой формы? Круглая она или треугольная? Вы это точно знаете. Но чем она будет набита, вы этого не знаете. Миссию, да? То есть миссию вы знаете, ясно, да? Но чем внутри этой формы набита конфетками или другими веществами, вы этого не знаете. Но форму вы точно знаете. Почему везде треугольный символ? Символы с вашими этим связаны как-то? Это символ... Вообще треугольник это такой символ. Масонский. Масонский? Он очень сильно. Да, и очень сильный вообще такой знак. Но я, наверное, сейчас это не важно. Потому что если я сейчас начну говорить... Но это о том, как вообще создалась наша жизнь на этой планете. Это о том, как вообще вот эти три лепестка... Вот так. Замечали? Это часто такой символ? Или три кругляшка? Да? Вот таких. Или вот такой, да? Щерстокая. Да. Это тоже треугольник, в принципе. И это треугольник. То есть, ну, я немножко кривая, а вот так должно было быть. Вот. Хороший символ. Ну, посмотрите, в интернете очень много. Сейчас просто, наверное, не в тему это будет. Вопрос есть? Был вопрос? А если все зафранцы мужчины, то папа как? Для меня было? Да. Папа был папой. Но у меня было все равно и к нему неуважение. Потому что были причины, и я не очень уважала. И я всегда говорила, не дай бог, если мой муж будет похож на папу. И он был похож. Сильно похож. Именно такого и притянула. Еще вопросы есть? К практике перейдем, потом перерыв. Контракт тузы. Контракт тузы. Да. Контракт тузы? Да. Контракт тузы? Да. Шарк ному. Да. Смотрите, спрашивают, если по контракту ребенок идет к родителям, почему тогда он ноет именно от этих родителей, от которых он по выбору? Я же сказала, мы выбираем, но мы тут же забываем об этом, обо всем. Если мы это все помним, нам незачем проходить эти опыты. Поэтому мы основную часть все равно забываем, для чего это было. Человек может смириться с этим? Не смириться, нет, не смириться. У нас еще 7 дней есть, еще 6 дней, не смириться. На этот вопрос точно получим ответ, просто еще рано. Только вы по этой теме задавайте, я буду фильтровать вопросы. Не обижаемся, принимаем, ладно? Не думайте, что я там убегаю. У нас просто еще 6 дней есть, еще большие темы есть, через которых мы должны дополнить вот это, ладно? Например, семья, да, вот муж, женой, нормальная семья, но они 10 лет никак ребенка не дождутся, да? Получается, так они там не развелись, и получилось так, что они взяли ребенка с детдома, да? Вырастили его, этого, с любовью с большой, да? У этого мальчика и Маши вместе, тут и все на свете, да? И в итоге ему уже 20 лет, и все. То он умеет, то он там попал, то он наношил коры, то он опять что-то опять, опять и опять. И за что этим хорошим родителям, таким хорошим людям, да, такой ребенок? Можете сесть. Спасибо. Я сяду. Спасибо. Вам тоже спасибо. Смотрите. Вопрос. Очень стандартный вопрос. Очень по-стандартному. Вот видите, Мадонна посидит и смеется на вас. Она также задавала эти вопросы когда-то, 2 года тому назад. Вопрос очень стандартный и очень поверхностный. И практически неправильный вопрос. То есть нас вот так приучили, нам показывают телевизор. В телевизоре показывают в фильме очень хорошего такого, с белой бородой. Мужчину, там актера, который очень добрый. Очень. И жена вообще ангел. Но сын паразит, наркоман. Не бывает так. Где вы видели? Вот я беру ответственность, наверное, Тимур возьмет и Санджар. Это вот мы дети одного рода. Ну, племянники, да, мои? У нас был дядя, да, который наркоманил. Но до дяди был дедушка, который был алкоголиком. Наша бабушка была ангелом-хранителем? Вот давайте честно скажите. У меня это сколько было? Вот. Просто бабушка какая была? Ангела была. Угу. Пока еще, значит, холостой, да, ну-ка. Огурец. Мамушка была. По ощущениям. Хорошая всегда. Плохая. Не помню. Ты еще очень маленьким же был. Да, вы еще в Ташкенте же жили. Точно. Программа продолжается у моей мамы. Конкретно, да. Да, это один к одному. Вот тогда можешь честно сказать, какая у тебя мама, и потом скажи, какой папа тогда. Адекватно пока не готов сказать. Я тогда скажу. Не про твою маму. Про бабушку. Моя бабушка, она каждый день ныла. Но она не виновата в том, что она ныла. Просто и нашему роду, и моему дедушке, и дяде это было нужно. То есть она каждый день ныла. Она все время ругалась. Она была очень конфликтная. Просто действительно, вы были маленькие, и они оба живут в Ташкенте, а я в Черчаке. То есть рядом с бабушкой вы особо и не видели, да? Это точно. И получается, бабушка была очень конфликтной. Она каждый день ругалась и с дядей, и с мужем, со своим, да? И как-то мы были с детьми. Мама приехала навестить бабушку. И мама сказала, наверное, если я сейчас с мамой жила бы, я сама стала бы наркоманкой. Мама так призналась. И мамина сестренка Вазирахола, она сказала, да. И она еще мамашкой называли. Они сказали, да, наша мамашка кого угодно сделает наркоманом. То есть так не бывает. Вы вообще обращали внимание? Вот если честно, смотреть так не бывает. Всегда ты ведешь себя и подобно, и относишься подобно этому, что ты имеешь. Давайте сейчас вот честно обратить внимание, если у вас есть в роду такие моменты. Поэтому вы то, что сказали, это ваши родители, да? Вы не о них? Нет, нет, нет. Это папина тетя была. Да. Во-первых, вы это знаете со стороны. Вам надо месяц пожить у них. Да? И посмотреть, почему теперь этот ребенок то ментам попадает, то выпивает, то еще что-то. Да. Вот я знаю неуспешных парней, которым от двадцати там до тридцати или до тридцати пяти. Они ко мне и на консультации приходят, и из моих близких, да? Вот я на них смотрю и смотрю на их родителей, кого особенно близко знают. Там родители не дают им развиваться. Душат. Душат всячески. Да. Или бывает даже такое, что… Я вот лично слышала вот этот разговор. Кто-то сказал, отпустите сына, пусть он там погуляет, пусть нормально, спокойно ходит на улице. Сейчас есть телефон, все, есть интернет. В любом месте вы его найдете, там через сим-карту найдете, да, если что. Он говорит, ой, пусть лучше никуда не выйти, зато будет здоровым. И вот ладно, сейчас он маленький, он будет здоровым. Но ему же сейчас будет двадцать скоро, да, через десять лет или пятнадцать лет. Будет же двадцать. И он не будет здоровым, он будет лодырем. А потом родители будут раздражаться. Вот, я столько обучала, я столько всего делала или что-то. То есть, видите, мы как разговариваем. Мы же не говорим честно. У нас мы и приучены не говорить честно. Почему? Потому что, если вы в садике, вам скажет воспитательница, ты почему игрушку не положил на место? И вы скажете, я не захотела что-то. Она же вас в угол поставит. И нас учат нечестно быть. Поэтому мы в следующий раз говорим, ой, я забыла. А эту игрушку не я брала. Понимаете, да? Или в школе. Я помню, как-то одноклассница очень поздно пришла на урок. И учительница говорит, была зима. Ты почему опоздала? Она говорит, я резинку для волос не нашла. Но она честно сказала, это был второй класс. И я смотрю, она вот честно еще так боится. Она говорит, я резинку не нашла для волос. А голову свою нашла? Там что-то, что-то сказала и зашла. И в следующий раз она всегда врала. Они жили очень далеко. И зимой чувствовала, что ей было трудно доходить до школы. И видимо, может ее кто-то провожал. И действительно, всегда на 10-15 минут она опаздывала. Я и учительница понимаю, но я имею в виду всегда, когда она хотела честно сказать, ей затыкали рот. И мы, если даже нам не затыкали, мы видели эти примеры и учились не говорить правду. Поэтому наши родители никогда не скажут. Вы когда видели такую женщину, чтобы она сказала, мой муж вчера меня избил? Знаешь почему? Потому что я не могла заткнуться. Вы вообще такое видели? Если увидите, сразу давайте Оскар или что-нибудь такое. Или вы видели такое, что, знаешь, мой сын лодырь. Он не умеет ни зарабатывать, ничего делать. Знаешь почему? Почему? Потому что я ему не давала свободы. Он хотел работать, я ему не давала. Он выбирал профессию, я говорила, не выбирай эту профессию, все равно ты это не сумеешь. То есть я ему внушала, я его ломала. Я из него все вытащила. И я прям сломала его как личность. Вот поэтому он такой. Кто-то вам такое скажет. И о чем речь? Вот мы сейчас здесь пришли быть честными максимально. Вы сейчас тоже к этому перейдете. Мы вот с Лолой, с подружками, да? Уже разговариваем вот на таком уровне. Ремонт на таком уровне. Ремонт на таком уровне. Ремонт на таком.